Я являюсь руководителем маркетинга семенного подразделения компании «Сингента». И сегодня с нами будут ребята-партфолио-менеджеры, технари. Они каждый представится сам. Но сейчас я передам слово Ивану Афанасию. Потому что Вань, Юг, Подсолнечник. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Меня зовут Афанасий Иван, компания «Сингента». Я отвечаю за группу технических экспертов по семенам Подсолнечника. И, конечно же, чтобы начать наш ежегодный и ставший уже традиционным вебинар, на котором мы показываем ваши результаты, то, что мы получили в ваших полях, на демонстрационных участках, на каких-то сравнениях, непосредственно в сэмплинге. И, конечно, презентация будет посвящена этому. Спасибо вам большое за помощь. И, конечно же, я хотел начать с правила. То есть мы немножко уже с вами познакомились. Вопросы, которые можно задать в чате, в блоке вопросов. Чат закрыт для того, чтобы не создавать ненужную дискуссию. И структура презентации будет включать в себя сначала климатические характеристики, потом мы посмотрим с вами количество демонстрационных полей, которые есть у компании «Сингента» на территории региона Юг. Аналитика нам представит портфолио-менеджер Тимошенко и Игорь. Новинки гибридов, результаты урожайности. Далее мы перейдем к очень важной культуре. Это культура кукурузы, где также познакомимся и с рыночными конъюнктурами, с портфелем и с результатами урожайности. И вишенкой на торте будут цифровые сервисы и практика работы сервиса по подбору гибридов непосредственно в условиях хозяйства. Это программа «Крупасит Селектор». Да-да-да, Кирилл. Иван, я хотел бы добавить, что, коллеги, смотрите, вы можете задавать вопросы спикерам, то, о чем сказал Иван. И дискуссия на самом деле может и будет. Главное, мы вопросы будем публиковать, вы их увидите в чате, будем также их озвучивать. Предлагаю взять там 2-3 минутки. В конце каждой сессии отдельно кукуруза, отдельно подсолнечник и отдельно цифровые сервисы, чтобы ответить или осветить какие-то интересные, сложные моменты по вопросам. Хорошо? Я думаю, что это как раз создаст вот этот режим диалога. Помимо того, что наши люди еще также будут параллельно отвечать в чате. Договорились. И прежде чем начать, почему у нас идея именно разделения этих вебинаров по территориям? Погодные условия, которые сложились в течение сезона на территории юга, они, ну, можно сказать, описать их как более благоприятные, если сравнивать их в целом по России. С чего все началось? То есть, да, вы помните осенний период, эта нервозность, которая была, не у всех нормальные всходы зимой пшеницы, низкий запас продуктивной влаги. И еще в ноябре, в декабре многие хозяйства вообще задумывались, а нужно ли сеять пропашные культуры. Но погода, наверное, компенсировала то, что происходило в течение сезона 2020 года, отсутствие осадков, высокие температуры. И осадки, которые выпадали в декабре, в январе, а некоторые даже территории и в феврале месяцы, они пришлись как раз-таки и работали на запас вот той продуктивной влаги, которая является лимитирующим, одним из лимитирующих факторов получения высоких и стабильных урожаев пропашных культур. С чем это было связано? С тем, что почва на момент выпадения осадков, она не была промерзшая. И все это накопление нашло непосредственно в более глубокие горизонты. Чем нельзя похвастаться территории по Волжье или центра, потому что пришедшие заморозки в данных территориях, они сделали злую шутку, что все осадки в виде снега или дождя выпадали на замерзшую почву. И как только наступали теплые деньки или весенний период, просто эта влага утекала в какие-то балки, овраги и так далее. И по факту ребята не получили того запаса продуктивной влаги, который требовалось. Далее в течение сезона, в период посевной кампании многим даже становился вопрос, потому что осадки перебивали посевную кампанию. И в течение вегетации осадки выпадали. Все это, конечно, положительно сказывалось на большинстве территорий. Да, может быть, мы можем с вами посмотреть часть территории Ростовской области, восточную зону Ставропольского края, а также республики. Мы можем увидеть, что, конечно же, запас влаги и осадков, который выпадал, он был ниже, чем мы можем посмотреть с вами по территории. Да, то есть, соответственно, там и урожайности были соответственные. Если говорить не только о влаге, но и о высоких температуре, то, в принципе, температурный режим был в нормальном состоянии. Он был на уровне среднемноголетних данных, без каких-то сильных колебаний в сторону высоких температур. Только лишь мы видим зону части Ростовской области, север Ростовской области, часть востока Ростовской области и часть у нас, получается, Ставропольского края. То есть, вот эти температуры, они, в принципе, способствовали тому, что и кукуруза, и подсолнечник в период цветения и в период налива складывались в благоприятные условия для того, чтобы сформировать опыление качественное, ну и, соответственно, получить довольно высокие результаты. Но вот как мы постоянно на своих обучениях, при встречах мы с вами обсуждаем вопросы, что не нужно сделать ставку на один гибрид по группе спелости, по интенсивности. То есть, все-таки нужно по интенсификации разбивать по группе спелости, потому что, если мы посмотрим анализ результатов в целом по югу, мы увидим с вами, что довольно неплохие результаты у нас показали, независимо от группы спелости, ранние сроки сева и немножко оптимальные сроки сева. Но если мы же зайдем с вами за оптимальные сроки, то CL, получается, из-за осадков, либо смещался самостоятельно, то мы видим, что в этом случае немножко более ранняя группа спелости себя могла реализовывать. И мы видим, что более поздние сроки сева, которые работали в 2020 году, показали небольшое снижение по сравнению, получается, с оптимальными сроками. Поэтому тенденция и рекомендации, независимо от культуры, они сохраняются, ребят. Три-четыре гибрида, которые отличаются по группе спелости, отличаются по интенсивности. И опять же, вопрос интенсивности, он зависит, конечно же, от той технологии, которая у вас представлена в хозяйстве. Что собой представляла линейка демонстрационных опытов, где сравнения были гибридов компаний «Сингента» с другими гибридами других компаний? По подсолнечнику на юге более 200 опытов, где были вот такие вот сравнения. Я не говорю еще об опытах, которые были, где было изучение больше в рамках линейки компаний «Сингента», либо это какие-то технические опыты, мелкоделяночные опыты. Мы здесь их не показываем, потому что здесь это именно относится там, где сравнение было гибридов с какими-то гибридами компаний других. И по кукурузе на территории юга порядка 185, но по последним данным мы вот сейчас собираем опытов, практически до 200 опытов у нас получилось еще и по кукурузе. Поэтому линейка опытов очень широкая, и перед тем, как мы перейдем к результатам, я хотел бы попросить портфолио-менеджера Тимошенко Игоря прокомментировать, а что у нас сейчас вообще на рынке, что происходит, какие гибриды вообще будут в следующем сезоне представлены компанией, какой фокус по данным гибридам, и что вообще с самой культурой происходит. Добрый день, коллеги. Спасибо, Вань, за презентацию у меня. Тимошенко Игорь, портфолио-менеджер по гибридам подсолнечника в России и Казахстане. Уже у нас такой антураж привычный, домашний. Работаем удаленно. Пожалуйста, не обращайте на это внимание. Продолжаем о подсолнечнике разговаривать. В этом году сложилась уникальная ситуация. Мы имеем исторический максимум по площадям подсолнечника в России. Здесь оранжевая линия, можете наблюдать. Достигли 9,5-9,6 миллионов гектар. Минсельхоз показывает 9,6, другие 9,4. Но в целом плюс-минус картинка понятная. Чем эта площадь была обустроена, такой рост? Первое, это состояние Азимых было в недовольтворительном состоянии. Но опять-таки, как Иван сказал, это больше всего касается не юга, а больше, скорее всего, центра и Повожья, особенно с северной части региона Повожья. И, соответственно, сельхозтоваропроизводители занимаются бизнесом, неволонтерством, и все смотрят на цену. Но здесь есть определенная тоже тонкость. Когда все видят цену до сезона в 50-60 рублей, естественно, сразу доллары в глазах, все хотят заработать побольше. Но нужно понимать, что когда цена была в районе 60 рублей с НДС за тонну, объемов практически не было. То есть это, можно сказать, тонкий рынок. А по закону рынка, когда рынок настолько тонкий, можно давать цену какую угодно, все равно объемов нет. Но, несмотря на это, это был такой эмоциональный сигнал для фермеров, для того, чтобы они утилизировали эти площади под подсолнечник. Плюс еще дефицит семян на другие пропашные культуры, например, на кукурузу, также помогли по-солнечнику добиться вот таких вот цифр в 9,5 миллиона гектар. Но мы, как команда, у нас достаточно серьезная аналитика, смотрим, что происходит с ценами. И при таких площадях, имея, например, средне-многолетние урожайные данные, с поправкой на увеличение, мы бы могли иметь в этом году 17-18 миллионов тонн на солнечника. Что, естественно, создало бы переизбыток сырья на рынке и обвалило бы цены до 25-35 рублей с НДС. Но на данный момент мы видим, что валовка по стране не такая хорошая. Можно сказать, как бы там плохо не звучало, но не урожай помог сдержать цены на подсолнечник. И сейчас, по последним данным, мы наблюдаем где-то 15,3 миллиона тонн валовки. Но, смотрите, это на 200 тысяч тонн, даже меньше, чем в 2019 году при площади 8,5 миллионов гектар. Чувствуете разницу, да? Соответственно, такая валовка позволит держать цену на нормальном уровне. Но на нормальном, опять-таки, это все относительно. И сейчас мы видим, что цена формируется на сезон в размере 35-40 рублей с НДС. В принципе, теоретически она может быть и выше. Если вы следите за мировой конъюнктурой рынка, то можете видеть, что цена на подсолнечник сейчас на портах стоит 750 долларов. Но в России цена составляет 8 долларов на пересчете, чтобы было с чем сравнивать, 500-550 долларов. Вопрос, собственно, куда эти 200 долларов деваются? Во-первых, вы должны понимать, что сейчас экспорт на сырье ограничен, то есть он просто экономически нецелесообразен. С 1 декабря вводятся новые пошлины на экспорт еще и посолочного масла дополнительные. То есть сейчас это 219 долларов и будет 277 долларов за тонну. Соответственно, весь этот объем подсолнечника будет в стране, и переработчики в этом году смогут определенным образом заработать. Но это будет сигналом для того, что цена в принципе не будет на уровне предыдущих годов. Плюс еще сейчас вы видите цены на удобрения, плюс они торгуются в кэш, то есть в живые деньги никто не кредитует сейчас удобрения. Плюс покрытие других кредитных обязательств вынудит сельхозпроизводитель избывать свой урожай по текущей цене, что, соответственно, тоже будет сдерживать его увеличение. Поэтому, что касается вот этого сезона, что сейчас проходит, ожидать цены в 50-60, ну, наверное, уже не стоит, вот, к сожалению. Потом, что касается вот 22-го года, вот мы сейчас видим картинку такую, что если бы при этой площади 9,5 миллионов гектар, 9,6 даже, была бы нормальная урожайность по стране, то цена бы скатилась вниз, подсолнечник был бы не такой привлекательный. Для инвестиций, да, то, соответственно, площади бы откатились до 8,5-8,8 миллионов гектар. Но сейчас при такой цене мы видим, что площадь все-таки откатится, но не настолько много, как прогнозировали изначально, и будет составлять в районе 9,2 миллиона гектар. Вот, собственно, такая картинка. Игорь, могу я попросить еще участников нашего вебинара? Напишите, пожалуйста, пусть это будет вопрос спикером, да, но именно понять ваше настроение. На следующий сезон вы планируете увеличить, уменьшить или площадь стать стабильной подсолнечника? И мы потом, чуть попозже поделимся, мы посмотрим на ваши ответы и поделимся с вами, как чувствует себя регион. Потому что на юге в этом сезоне азимы увеличились площадки. Не останавливаю, ребята, у нас мало времени, и мы друг друга этим ценим. Да, ну сейчас азимы как раз-таки на юге выглядят неплохо, но вообще в целом по стране ситуация намного хуже. Вот поэтому площади будут, ну, на достаточно высоком уровне. Вот, и, ну, что ожидать от цены, то тут нужно не ориентироваться сейчас на, как сказать, такие абсолютные цифры в рублях, да, нужно смотреть на курсовую разницу. То есть если доллар будет, там, приближаться к 80, то, соответственно, цены будут меняться в большую сторону. То есть тут больше будет играть курс, а не стоимость, как она является. Вот, по технологиям. Сейчас, секунду. А, вроде нормально. Вот, по технологиям, смотрите, здесь что отмечено. Вот первое, ну, технология, да, вот, зеленая – это классика, синенькая – это EMI, то есть это Clearfield вместе с Clearfield Plus, и желтенькая – TNT, это гибриды под гербицид экспресс, вот, реминированный метил. Сейчас мы видим уникальную картину, когда все три линии сошлись, то есть примерно по трети рынка распределены по технологическим сегментам. Треть классика, треть сульфа, треть Clearfield с Clearfield Plus. Вот, по классике здесь самое большое снижение, собственно, идет, наверное, больше не за счет высокопродуктивных классических гибридах, а за счет сортов, за счет крупноплодки и так далее. То есть рынок классических гибридов, он будет падать, но не так стремительно, как вы можете здесь наблюдать. Вот, по сульфа, соответственно, будет возмещаться вот эта площадь. Классики больше в TNT и по Clearfield вместе с Clearfield Plus. Рынок также будет стабилен, но здесь будет больше перетекания из Clearfield в Clearfield Plus, но не с технической точки зрения, а больше из-за вопроса сорта смены. То есть большинство компаний регистрируют Clearfield Plus гибриды, вот, и обновление, как сказать, портфеля гибридов, она будет больше переливаться в Clearfield Plus. Вот, пара слов про новинки. Так, у меня не переключается, можете переключить кто-нибудь? Так, здесь, секунду, много. Нормально? Вот сейчас нормально, да. Мы зарегистрировали в этом году 5 гибридов по солнечниках, вот, но решили коммерциализировать только 3 из них, вот, и сейчас я о них постараюсь быстро, чтобы ребята подгоняют, рассказать. Вот, первый гибрид Avenger, C-Avenger, это гибрид под производственную систему Clearfield, то есть можно обрабатывать гербицидом EuroLatin, Каптора, и если видели в каталогах, смотрели внимательно, можете видеть, здесь написано универсальный тип. Обычно это экстенсив, интенсив или уверенный интенсив. У нас сейчас в портфеле два гибрида, и два из них это новинки, о которых я расскажу. Вот, просто пару слов, как это понимать. Сейчас Avenger запустили как замена для Фортимии, Тристана, Саная, потому что, как вы знаете, да, Фортимия это интенсивный гибрид, Саная засухоустойчивый, Тристан более такой экстенсивный. Вот, но Avenger показывает результаты не только лучше, чем все эти гибриды в их, как сказать, зонах, да, но и на уровне более познеспелых гибридов. То есть уровень, сроки созревания у гибрида раннеспелый, но формирует урожай на уровне среднеспелых. То есть Avenger при таком коротком вегетационном переводе может формировать урожай на уровне таких гибридов, как, например, Неома, вот для понимания. Вот, плюс, имея достаточно сильный генетический контроль заразихи, мы можем еще контролировать заразиху химическим путем. То есть мы говорим здесь о двойном контроле заразихи. Вот, плюс, что за гибридом было замечено, что в этом году он хорошо себя проявил практически во всех зонах, то есть во всех демо-участках. Вот, и так, сейчас, у меня почему-то, а вот стрелочками сейчас, оп, отлично. Мы тестируем гибриды в множестве точек, проводим научные испытания, демо-участки и так далее. То есть, например, вот на севере вариловое зеленье подсолнечника, что иногда случается также и на юге, это склеротиния белая гниль, и оси Avenger в локации с сильным поражением при корневой форме был практически чистый. То есть там поражение составляло всего 1-2% на фоне 20-30 на других гибридах. Вот, плюс это касается и стеблевой формы, и корзиночной. Вот, плюс, чтобы говорить о раннем сроке созревания, вот снизу-внизу, снизу-слева видите гибрид, который уже практически готов к уборке, и вокруг него средний ранний гибрид, еще зеленый, да, еще не созрел. Плюс в этом году в Ростовской области мы делали эксперимент, я думаю, что он более-больше удачный, чем неудачный, и после озимых посеяли подсолнечник, после уборки озимых, то есть в начале июля был посев, и сейчас убрали урожай на уровне 2,5-2,7 даже. То есть был очень хороший результат. Единственный вопрос там был к совке, но, опять-таки, это не гибриды, да, больше вопрос к средствам защиты растений. Плюс гибрид имеет хорошую выровненность, быстро созревает, и, что немаловажно для региона юг, можете наблюдать справа внизу, вот этот регион, вот рядом Морозовск, Семикаракорск и смежные районы имеют очень сильную зараженность заразихой, причем такую, одну из самых высоковирулентных не только в России, но и в мире. Вот, но на участке, даже без обработки клярфилдом, Sea Avenger формировал прекрасный урожай и практически не поражался заразихой. Мало того, тургор был на хорошем уровне, то есть растение не стрессовало, вот, и формировало отличный урожай. Суоми – это новая звездочка в сегменте Сульфа, да, то есть для гербицида, применения гербицида Экспресс. Опять-таки гибрид универсального типа. Гибрид тестируем уже на протяжении пяти лет в странах СНГ, в России в том числе, и за все пять лет не было ни одного участка, где гибрид выглядел бы плохо, я имею в виду, где бы он не сформировал урожай. Плюс из-за того, что гербицид Экспресс может немножечко сдерживать, но не контролирует заразиху, наличие генетической устойчивости очень важно. И у Суоми устойчивость на очень высоком уровне, вот, можно спокойно возделывать в районах с заразихой. Также хотел бы отметить, что, как и у гибрида Avenger, формируется урожай на уровне среднеспелых гибридов, при том, что гибрид раннеспелый. И плюс ко всему, Суоми – это третий гибрид в нашем портфеле, который имеет, можно сказать, запредельную масличность. Первый был Сумика, формировал масличность в 54-55%. Второй – Честер, вот также для вашей зоны, ребята о нем поговорят, это классика G+. И теперь это гибрид Честер, то, что я говорил, и гибрид Суоми. Это третий гибрид, которого масличность просто запредельная и достигает на сухую массу и 55, и 56 даже процентов, что, собственно, повышает рентабельность вашего растениеводства. Плюс ко всему, несмотря на то, что Сингента не работает с цветочками, мы работаем с технической культурой, и для нас самая важная – это урожайность гибридов, единицы которых мы выбираем из десятки тысяч каждый год. Но, тем не менее, у гибрида Суоми прекрасный внешний вид, хорошо выглядеть на демо, хорошо проводить семинары на фоне этого гибрида, дружное и равномерное созревание всего. А видно мой этот указ? А, вот. Так, быстрое и дружное созревание, плюс легкий обмолот, что тоже немаловажно, и высокая натура при низком ссоре в гурте дает нам понимание, что гибрид по технологичности один из лучших вообще на рынке. Плюс ко всему эта гомогенность посева, корзинка в корзинку, выглядит отлично. Причем во всех зонах возделывания, и в интенсиве, и в засухе, во всех практически условиях возделывания. И еще один гибрид, новинка – это Суберик, еще один гибрид для гербициды Экспресс, компания FMC, но уже среднеспелой группы. То есть это, для понимания, это примерно как Сумик, а только с генетической устойчивостью к заразихе 1MG. Но чтобы разделять эти два гибрида, Сумик и Суберик, Сумик – он один из самых высокоинтенсивных гибридов, но Суберик, он немножко менее интенсивный, но гораздо лучше переносит высокие температуры. Вот как, например, мы видели в 2020 году в ряде районов Ростовской области, Ставрополья, мы наблюдали температуру во время цветения за 45 градусов на поле. И несмотря на это Суберик формировал прекрасный урожай на фоне того, что разные гибриды и других семейных компаний показывали даже некрозы корзинок, причем в таком промышленном масштабе, я бы сказал. Но несмотря на это Суберик имел прекрасный вид, хороший тургор и формировал отличный урожай. И что хотел бы тоже отметить, это мощность растений в любых условиях, хорошее опыление, мощный габитус даже при засушливых условиях. Передаю слово Ивану. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. Постараюсь ответить. Спасибо вам, Игорь. Спасибо. И прежде всего, как мы перейдем по конкретному гибриду, результатам, я хотел бы показать вам, несмотря на то, что погодные условия, то есть в некоторые хозяйства не перешли планку 25-30 центнеров. И если посмотреть по территории юга, средняя урожайность по Адыгее, по Ростову, получается, Ставрополю, она не превышала более 20 центнеров с гектара средняя по области. Краснодар немножко в этом состоянии лучше, урожайность это 24 центнера, средняя урожайность по краю. Но у нас есть определенные лидеры в нашем портфеле, в том числе это и новинки, гибриды, которые давно себе зарекомендовали в портфеле. Это и Бакарди, вы видите, урожайность 47 центнеров. Это и Эдисон 49 центнеров в Ростовской области. Это Суоми. И могу сказать, что 39,2 это мы показываем в демо. При этом у нас есть результаты по Сальскому району, когда ребята в производстве непосредственно получили более 40-42 центнеров с гектара, да и не только по Сальскому району. Гибриды розетта. Это прорыв, получается, сезона 2020. И 2021 год для розетты сложился идеальное условие. И мы многие хозяйства отметили и хотят дальше приобретать данные гибриды. Суберек, да, то есть 42 центнера это мы видим в демонстрационных участках, при этом у нас есть по Краснодарскому краю, да, то есть это, если не ошибаюсь, Курганинский район, где хозяйство производства получили 47 центнеров с гектара данного гибрида. Авенджер просто в этом сезоне шикарнейшие результаты показывает за счет группы спелости, за счет, можно сказать, такой универсальности гибрида. Если говорить, в каких направлениях компания Сингента двигается и какие вообще проблемы у нас есть. Конечно же, одним из лимитирующих факторов получения урожайности является это сорняки, да, то есть которые являются не только конкурентами культуры, но еще и являются источниками вредителей и болезней. И здесь компания Сингента есть решение в четырех направлениях. Это классический сегмент, который подразумевает либо контроль сорняков с помощью механического контроля, либо это использование почвенных препаратов. Это сульфа-сегмент, это клеофилд, клеофилд-плюс сегмент. И я думаю, что в следующем сезоне мы вам представим уже новую технологию AIR, которая вобрала в себя все то, что лучшее есть в сульфа и в клеофилд-сегменте. И эта технология намного легче позволит нам работать с подсолнечником на территории Российской Федерации. Если же говорить о существующем портфеле, здесь мы эту информацию перешлем вам в виде презентации. И по некоторым гибридам мы даже больше покажем информацию. Это по гибридам, которые уже стали традиционными такими, как гибриды Купава, Ласкала. Я хочу показать, что у компании Сингента сейчас есть решение в любом из сегментов. Хоть это высоколиновое направление, хоть это обычное линолевое направление. Если мы говорим за классический сегмент, начиная от заразихоустойчивого гибрида Честер и заканчивая высокопотенциальным гибридом Эдисон. В клеофилд-сегменте, уже ставшие именами нарицательными гибриды Неома, Фортиме, Санай, Тристан, добавился еще гибрид Avenger, Игорь проговорил. В клеофилд-дю плюс к гибриду Сибакарди добавились еще два гибрида, которые позволяют контролировать заразиху не только химически, но и генетически. И, наверное, сейчас самый полный и самый отвечающий рынку и вашим потребностям набор сульфа-сегмента, который включает гибриды и группы. Разные по группе спелости, разные по потенциалу урожайности, по интенсивности. И, в принципе, сейчас мы можем закрыть любое направление, которое вас интересует. Если мы говорим за высокоолеиновое направление, то здесь, конечно, в классическом сегменте это два гибрида Тути и Арка. А в клеофилд-сегменте для тех, кому необходим клеофилд-решение, это Коломби и Эксперта. Но обо всем поподробнее и по каждому из гибридов я прошу Неботова Владимира рассказать о гибридах, о их результатах непосредственно в зоне и как себя гибриды повели в 2021 году. Спасибо, Иван. Добрый день, коллеги. Меня зовут Неботов Владимир. Я технический эксперт по подсолнечнику в регионе Юг. Сегодня мы с вами поговорим о результатах урожайности гибридов подсолнечника на территории региона Юг. И начнем мы, естественно, с классической технологии и с гибрида... Одну секунду, я сейчас, чтобы разобраться, как переключать... Ага, все, работает. И начнем с гибрида, который уже достаточно много шума наделал за последние 2-3 года вообще на территории Российской Федерации. Это гибрид Алькантара. Чем отличается гибрид Алькантара от других гибридов? Ну, во-первых, это среднеранний гибрид, умеренно-экстенсивного типа, с одной из максимальных устойчивостей к засухе среди гибридов. Очень отличается быстрым стартом, ранним цветением. И одна из отличительных особенностей отдельного гибрида – это способность пыльцы растения выдерживать аномально высокие температуры по сравнению со стандартными гибридами. То есть мы знаем с вами, что стандартный порог стерилизации пыльцы – порядка 30-31 градуса. Так вот, гибрид Алькантара, точнее, его пыльца способна выдерживать температуру до 35 градусов. Это уже проверено научным путем. Но давайте переместимся к урожайности данного гибрида. И что нам говорит урожайность на территории региона Юг в 2021 году. Безусловно, у нас имеются рекорды, да, порядка 40-45 центнеров у нас есть рекорды урожайности по Краснодарскому краю, безусловно. И, соответственно, вот такая табличка нам показывает, сейчас я расскажу, как пользоваться слайдом, чтобы вам было в дальнейшем попроще. Во-первых, у нас есть такая табличка, здесь которая показывает количество опытов, в котором участвовал гибрид Алькантара на территории региона Юг. Средняя урожайность гибрида Алькантара по этим опытам. И, соответственно, средняя влажность также по этим опытам. Как пользоваться диаграммой? Очень все легко и просто. Синим цветом выделен столбик, это урожайность гибрида Алькантара в конкретном опыте Тихорецкого района Краснодарского края, к примеру. Оранжевым цветом выделен столбик, который является средней урожайностью по опыту среди всех гибридов, которые участвовали в данном опыте, безусловно. Стоит отметить, что большинство гибридов, которые участвовали в этом опыте, помимо сингентовских, еще являлись гибридами других компаний на рынке, которые вы очень хорошо знаете. То есть, грубо говоря, можно сказать, это гибриды-конкуренты гибридам компаний сингент. Итак, что мы можем с вами здесь заметить? Мы можем заметить здесь две линии тренда. То есть, линия тренда, если вы видите, желтым цветом выделена, это средняя урожайность по опыту. И линия тренда синего цвета, это линия, которая указывает урожайность гибрида Алькантара. Что же нам мог бы показать эти линии тренда? Синяя линия тренда, которая превосходит по урожайности оранжевую линию, говорит нам о том, что практически во всех опытах, в котором участвовал гибрид Алькантара с другими гибридами на территории региона Юг, показало превышение урожайности. О чем это нам говорит? Это нам говорит, безусловно, о том, что гибрид Алькантара является одним из лидеров сегодня на рынке в своей группе спелости и в своей технологии. Что там одним из лидеров? Лидером, прямо скажем так. Давайте перейдем к следующему гибриду. Следующий гибрид – это одна из наших новиночек, одна из наших гордостей на сегодняшний день – это гибрид Сичестер. Гибрид раннеспелой группы экстенсивного типа. Чем же отличается этот гибрид и почему он является причиной гордости компании Сингента? Безусловно, в первую очередь это устойчивость к заразихе. На сегодняшний день многие компании могут похвастаться гибридами, которые имеют высокий уровень устойчивости к заразихе. Однако наши испытания, внутренние испытания, которые проводятся в Морозовском районе Ростовской области, о котором вы все знаете, а это эпицентр, наверное, если сказать грустью, эпицентр распространения заразихи на территории Российской Федерации, то гибрид Честер поражается заразихой на 10-15% меньше, чем самые заразихоустойчивые гибриды других компаний на рынке сегодня. Кроме того, нельзя обойти вниманием его масличность в 55%, что является одним из максимально высоких потенциалов масличности среди гибридов подсолнечника на рынке. Давайте же обратимся к его урожайности, посмотрим, что нам предлагает данный гибрид в этом сезоне, вернее уже предложил. То есть мы с вами видим, что данный гибрид был заложен в 56 точках на территории региона Юг. Средняя урожайность составила 26,8%, а влажность порядка 7%. Обратите внимание на урожайности. Урожайности в 38-37 центнеров для гибрида не предел. С учетом, на минуточку, этот гибрид является раннеспелым гибридом. То есть мы с вами помним, что чем длиннее период вегетации у подсолнечника, у культуры подсолнечника, соответственно, тем выше потенциал урожайности. Но здесь мы видим потенциал урожайности практически до 40 центнеров при раннеспелой группе. Это о чем-то нам говорит. Плюс линия тренда. Мы с вами видим, что идет значительное превышение урожайности гибрида Честер над средней по опыту практически во всех вариантах опытов, заложенных на территории Юг. Далее мы посмотрим с вами на еще одну звездочку. Это гибрид, который, я считаю, один, наверное, из интереснейших гибридов, на который стоит обратить внимание. Для хозяйств, которые применяют высокоинтенсивный тип выращивания подсолнечника и хотят получать высокий урожай. К счастью, на территории региона Юг нет опасения по уходу, затягиванию вегетации. То есть мы не убираем с вами зимой. Мы спокойно успеваем любую группу успелости вырастить и убрать, получить достойный урожай. Соответственно, так как более поздняя группа имеет более высокий потенциал урожайности, я прошу вас обратить внимание на гибрид Эдисон. Это гибрид, который является средне-поздним гибридом, имеет устойчивость к заразихе расы F, высоко обладает масличностью до 54 центнеров, имеет очень высокий индекс опыленности и, несмотря на свой высокий потенциал урожайности, высокой интенсификацией гибрида, обладает очень хорошей засухоустойчивостью. Давайте обратимся к результатам урожайности и посмотрим. Данный гибрид был в 13 опытах заложен в 2021 году. Средняя урожайность показала, обратите внимание, 35 центнеров. Средняя урожайность, на минуточку. Максимальные рекорды мы отметили, как уже Иван сегодня сказал, 49 центнеров. Это, мало того, это еще был наутил. То есть, справедливости ради, нужно сказать, что это правильный наутил. Сейчас много вопросов. Многие говорят, а вот два года я не пашу, все, у меня наутил. Нет, ну, естественно, это не наутил, мы с вами знаем. Это наутил, который действительно является правильным подходом в технологии выращивания. И, тем не менее, что мы с вами можем еще здесь обратить внимание. Линия тренда значительно превышает все гибриды по опыту, которые участвовали в данных опытах. То есть, это говорит о чем? Этот гибрид направлен для того, чтобы реализовать высокий потенциал в условиях высокоинтенсивного земледелия. И дальше мы переходим к технологии Клеофилд. И, естественно, здесь звездочка, о которой Игорь очень подробно рассказал. Я не буду останавливаться на описании этого гибрида и позиционировании. Я перейду сразу к результатам. Однако, хочу вам напомнить, что это один из двух гибридов, зарегистрированных компаний Сингента в нынешнем году, которые являются гибридами универсального типа. Я их называю попросту вездеходы. Это гибриды, которые способны давать высокий потенциал урожайности на уровне среднеспелых гибридов в любых почвенно-климатических зонах. Это урожайность гибрида Avenger. Гибрид Avenger у нас участвовал в 49 опытах на территории региона Юг. Средняя урожайность показала 27 центнеров. Раннеспелый гибрид на минуточку. И, соответственно, влажность 6,6%. Рекорды. Плоть до 40 центнеров. Это не предел для гибрида Avenger. И линия тренда показывает, что практически во всех опытах гибрид превышает средние значения по опыту среди всех гибридов, которые участвовали в данном опыте. Это звезда, которая действительно удивляет и, я думаю, что будет продолжать удивлять и нас, и товаропроизводителей своими высокими показателями урожайности на сегодняшний день. Дальше мы перейдем к технологии Cleofield Plus. И первым гибридом, который нам здесь с вами предстоит рассмотреть, первый гибрид, это гибрид Rosetta. Многие уже знакомы с данным гибридом. Это гибрид средне-ранней группы спелости, умеренно экстенсивного типа. Безусловно, многие скажут, экстенсивный тип, да, это более низкий потенциал урожайности, но в условиях юга, вспомните прошлый год, какая ситуация у нас сложилась. Мы очень рано начали сеять, да, то есть мы начали сеять в холодную почву с вами. Почему? Потому что был низкий запас продуктивной влаги, все начали спешить, дабы не потерять влагу и так далее. И что мы увидели? Мы увидели, что более интенсивная группа гибридов отставала в развитии, в сравнении с более экстенсивной группой. И для сравнения просто гибрид Rosetta участвовал в одном поле с гибридом более интенсивной группы. И стартовый рост, и вигар-эффект мы увидели на гибриде Rosetta, что действительно гибриды экстенсивной группы лучше себя ведут в неблагоприятных условиях начального этапа развития культуры. Кроме того, нужно сказать, что территория региона Юг, это не только центральная часть Краснодарского края. Здесь нужно говорить и о севере Ростовской области, и о северо-востоке Ставропольского края, где достаточно жесткие условия, недостаточно благоприятные для выращивания подсолнечника. Но, что я хочу сказать, у компании Сингента всегда найдется решение для оптимизации или подбора плюс микропозиционирования гибрида для конкретной почвенно-климатической зоны. У нас есть ответы на все практические вопросы. Гибрид Rosetta показывает урожайности. У нас участвовал в 68 опытах на территории региона Юг, сформировал урожайность 28,4 центра при средней влажности 7%. Безусловно, мы с вами видим, что урожайности в 40 и выше центра с гектара для этого умеренно экстенсивного типа средней ранней группы не являются пределом. Поэтому выращиваться спокойно может на всей территории региона Юг, не побоюсь этого слова, даже территории Российской Федерации, так как обладает очень хорошим, в кавычках, да, очень хорошим периодом вегетации. И, соответственно, позволит получать достаточно высокие урожаи в различных почвенно-климатических условиях. Перейдем к следующему гибриду. Это еще одна новиночка наша. Это один из мною любимых гибридов, наверное, на сегодняшний день. Это гибрид Duncan. Это гибрид умеренно интенсивного, прошу прощения, типа. То есть это более интенсивный тип, если сравнивать его, скажем, с розетой, той же группы спелости, а именно средней ранней. Безусловно, все новинки, я даже не хочу на это терять время, все новинки, которые регистрируются в компании Сингента, имеют устойчивость к заразихе расы G. Что обуславливает Иван сегодня немножко говорил об этом, что если гибрид по технологии Kleofield или Kleofield Plus имеет устойчивость к заразихе расы G, то можно сказать, что он обладает двойным уровнем контроля заразихе. То есть на ранних этапах контролируется химическим способом, да, и, соответственно, на более поздних этапах, когда заразиха может появляться, это уже генетика здесь включается, и вопрос по контролю заразихе, ну, просто обладает сам собой. Что нужно сказать по гибриду Duncan? Безусловно, это высокая толерантность к основным болезням, да, это склеротини, это пероноспороз, это фомопсис. И нужно сказать, что гибрид Duncan обладает очень хорошей адаптивностью к различным почвенно-климатическим условиям, несмотря на свой умеренно интенсивный тип. Давайте убедимся в этом, посмотря на результаты урожайности. Гибрид Duncan участвовал в 70 опытах на сегодняшний день по территории, прошу прощения, по территории юга нашей необъятной страны. Средняя урожайность составила 27,9%, при влажности в 7%. Обратите внимание на урожайность. То есть 40, 39, 42 центнера с гектарой, это не является абсолютными пределами для данного гибрида. В среднем ранние группы. Линия тренда указывает нам на значительное превышение на средние по опыту. Напомню, что в опыте участвовали в том числе и одни из популярных гибридов компаний, других компаний, производителей подсолнечника на территории Российской Федерации. И перейдем к следующему гибриду, а точнее к технологии. Это гибрид Xiaomi. Игорь очень подробно о нем сегодня тоже вам проговорил. Я напомню, это второй гибрид из двух с универсальным типом. То есть это второй наш вездеход. Также обладает устойчивостью к RACIG и является гибридом раннеспелой группы. С масличностью до 55%. Ну мы перейдем сразу к результатам урожайности. И что мы можем с вами здесь увидеть? Можем здесь с вами увидеть 44 опыта было заложено с гибридом Xiaomi. Средняя урожайность, раннеспелый гибрид на минуточку, напоминаю. Средняя урожайность по территории региона Юг 28,7%. При урожайности 6,4%. И обратите внимание, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край. Урожайности не менее 35 центнеров с гектара. Это раннеспелая группа гибридов. О чем это говорит? Это лидер. Это однозначно лидер на рынке сегодня среди данной группы спелости. Гибрид раннеспелой группы, который обладает потенциалом урожайности среднеспелой группы. Но это находка, наверное, сегодняшний день. А у нас их уже два. Давайте перейдем к следующему гибриду. Следующий гибрид Sumatra. Один из раннеспелых гибридов более экстенсивной группы спелости. Прошу прощения, экстенсивной группы выращивания. И, соответственно, имеет высокую масличность до 52%. Небольшое компактное растение максимально использует влагу. И, соответственно, есть у данного гибрида несомненные плюсы. Во-первых, более высокая устойчивость к заразихе. Более значительная засухоустойчивость, что позволяет гибриду, как я уже ранее немножко сказал, использовать влагу и, соответственно, получать даже на раннеспелой группе высокие показатели урожайности. Давайте к ним и перейдем. Данный гибрид участвовал в 30 опытах на территории региона Юг. Средняя урожайность составила порядка 28 центнеров с гектара при средней влажности 64%. Обратите внимание, Краснодарский край, Ростовская область показывает нам урожайности выше 30, а то и до 40 центнеров с гектара. Это гибрид умеренно экстенсивного на минуточку типа раннеспелой группы. Это гибрид, который, ну, честно, меня удивляет данный гибрид, потому что, по идее, как бы, ну, урожайность 40 центнеров на территории Краснодарского края, где преимущественно выращивается по интенсивной технологии, но это интересно, это говорит о чем? Это, в первую очередь, говорит о стабильности наших гибридов, потому что селекционеры компании Сингента обращают внимание на три основных фактора. Это урожайность, это масличность и это стабильность гибридов. Гибрид должен быть с высоким потенциалом урожайности, он должен обладать высоким процентом масличности и он должен быть стабилен, потому что клиент хочет получать каждый год эти два показателя. Перейдем к следующему слайду. Это гибрид Сузука, который давно уже, ну, как давно, года три, наверное, уже точно на рынке уже наводит, ну, если хотите, фурор. Фурор, это один из гибридов, который действительно показывает высокий потенциал урожайности. Мы с вами сегодня говорили о гибриде Розетта, да, в Клеофилд Плюс сегменте. Так вот, гибрид Сузука, я их ставлю, наверное, на уровень одного профиля. То есть, это гибриды, да, понятно, они по разным технологиям выращивания используются, но в целом, если у вас есть опасения использования, там, Клеофилд или Клеофилд Плюс технологии, и, к примеру, где вы можете использовать Розетту, запросто, если у вас есть необходимость использовать сульфотехнологии, гибрид Сузука, он спокойно заменит тот же гибрид Розетта, если у вас есть такая необходимость. В целом, это гибриды одного профиля. Чем отличается гибрид Розетта? Умеренно экстенсивный тип, средне-ранние группы спелости. Так же, как и Розетта, очень быстро стартует и имеет очень высокий темп роста на начальных этапах органогенеза, отличается высокой засухоустойчивостью, жаростойкостью, имеет высокий потенциал урожайности в экстремально климатических условиях. При повышении температур, при понижении температуры на начальных этапах, что нередко, извините, случается у нас, да, когда растения начинают замирать, когда останавливается рост развития, гибрид Сузука спокойно преодолевает эти тягостые невзгоды и, соответственно, дает возможность получить высокий урожай и обрадовать своего покупателя. И, перейдя к результатам урожайности, мы с вами можем увидеть, что гибрид Сузука участвовал в 85 испытаниях на территории региона Юг. Среднюю уроженность показала порядка 27,6%, при влажности 7%. И обратите внимание на урожайности. Ростовская область, Краснодарский край, это свыше 35 центнеров с гектара и даже свыше 40 центнеров, показывает данный гибрид. Линия тренда практически во всех опытах имеет превышение, да что там практически, во всех опытах имеет превышение на средний по опыту. Это говорит о том, что этот гибрид является одним из лидеров на сегодняшний день на рынке. И гибрид Суберик, тоже не буду здесь сильно о его описании вам говорить, очень подробно рассказал об этом Игорь. Я перейду сразу к результатам. Напомню, что это интенсивный тип гибрида, который позволяет получать урожайности на территории Ставропольского края, Краснодарского края, 40 и выше центнеров с гектара. Участвовавший гибрид в 54 опытах показывает среднюю урожайность порядка 29 центнеров при 7% влажности. Линия тренда во всех опытах имеет превышение на средний по гибридам. О чем это нам может говорить? В первую очередь, это говорит о потенциале урожайности и о стабильности данного гибрида. Чем отличаются гибриды компании Сингент от других гибридов на рынке? Безусловно, это потенциалом урожайности, масличностью и стабильностью. На этом, наверное, я остановлюсь, закончу и хочу передать слово коллегам из отдела кукурузы. И, соответственно, если вдруг будут у вас вопросы возникать, пожалуйста, можете отмечать их в чате. И мы с вами очень даже охотно на них ответим и поговорим о тех или иных проблемах или задачах. Спасибо. Сергей? Спасибо, Володя. Здравствуйте. Меня зовут Николай Кривников. Я руководитель группы технических экспертов по кукурузе. И сегодня расскажу вам про результаты опытов, которые были сделаны нами. Я намеренно говорю нами, потому что в этом участвовали и наши люди из компании Сингента, и вы. То есть это результаты реальные, которые были у вас на полях. По конъюнктуре рынка, по ценам, немножко мне поможет Кирилл Архипов. Кирилл, можешь это сделать? Сделай, пожалуйста, дорогой. Конечно, коллеги. Я думаю, меня слышно. Нажмите на огонек, если все окей, потому что сегодня у нас были проблемы со звуком. На самом деле, очень быстрая информация. Понятно, что мы сейчас проговорили про подсолнечник практически целый час. Это та культура, которая является самой доходной и формирует ваш бюджет. И понимать новинки и генетику, которые приходят на рынок, это очень важно, чтобы не поднимать интабельность своего производства. Что касается кукурузы, это одна из важнейших культур севооборота. В последние два года мы видим цену на нее также на одним из высоких уровней. Это 15,5 тысяч рублей за тонну. Более того, ситуация по зерновым в целом, она имеет восходящий тренд по нарастанию цены. Вы это видите на левом графике. Слева отражена динамика цен на формируетную кукурузу, предложение ФОП. То есть Украина, Аргентина, Франция, США у всех есть восходящий тренд. И это связано с разными причинами. Где-то это не урожай. В каких-то странах, например, во Франции, есть сложность с сушкой. Сельхозпроизводители оставляют культуру в полях, чтобы она, естественно, отдавала влагу, как это делаем, на самом деле, мы в стране. Почему? Потому что увеличились цены на газ. И французы, и Европа не готовы сейчас отдавать так много денег за сушку. Опять же, глобальный рост спроса. Мы понимаем, что население планеты растет. Индия, Китай становятся в том числе драйверами спроса. И тренд восходящий. Единственный элемент, который сейчас, на самом деле, сдерживает рынок кукурузы и рост цен внутри, это экспортная пошлина, которая плавает. На сегодня экспортная пошлина, насколько я помню из аналитики, составляет 62,9 доллара на тонну. Согласитесь, да, это существенный показатель. То есть, по сути, если бы мы работали только в рыночных условиях, вот эти 63 доллара были бы сверху на целом. Что касается прогноза, ну ладно, да, это ситуация на сегодняшний день. Что будет дальше? Мы видим, что, опять же, благодаря этой экспортной пошлине, которая все выравнивает, цена не будет изменяться. Трендов к снижению у нее нет, а к повышению нас как раз ограничивает пошлина. Соответственно, предполагаем, что вот это 15 тысяч рублей – это та стандартная стабильная цена, которая будет в ближайшем году. Сереж, да, спасибо. Дальше слово тебе. Спасибо, Кирилл. Перейдем к кукурузе непосредственно. Портфель наших гибридов вы сейчас видите на слайде. Вообще, удивительное дело, сингенту все время ассоциируют с подсолнечной компанией, но когда я сюда пришел, я заметил очень интересную генетику, очень интересную селекцию кукурузы. Помните, да, знаменитый тезис, мы говорим Ленин, подразумеваем партия, мы говорим партия, подразумеваем Ленин. В принципе, так с точки зрения кукурузы, сингента на российский рынок выходила. Мы говорим Делитоп, подразумеваем сингента. Вот, и все как-то привыкли, что только в ранней группе у нас есть гибриды достойные. Поверьте мне, в последние годы ситуация очень сильно изменилась, и сейчас вы видите наш портфель. Здесь гибриды представлены для различного потребителя. Здесь есть ранние спелые гибриды, здесь есть средне-ранние, средне-поздние. И, что интересно отметить, этот портфель сформировался вот так активно, и в таком виде, как вы сейчас видите. Буквально недавно мы делали анализ, и сейчас это самый молодой портфель среди наших компаний, среди наших друзей-конкурентов. Средняя продолжительность жизни каждого из гибридов, где-то там 3-4 года, ну 2-3-4, есть совершенно новые, уникальные новинки. То есть самые такие сочные, я бы сказал, гибриды, которые готовы прийти к вам на поля и вас радовать. У нас есть гибриды, которые объединены некими свойствами. Мы их объединили в бренды. Один из брендов – Artesian. Здесь у нас есть гибриды в разных группах спелости. Вот, это гибриды инновационные, ну, одним словом можно сказать, одним предложением эти гибриды очень эффективно используют влагу. Это Феномен, Фортага, Чаринкас, Премио. Есть гибриды PowerGrain. Эти гибриды для очень профессиональной хозяйства. Это такие нежные гибриды, но, с другой стороны, они готовы при всех условиях, которые вы соблюдете для них, для этих гибридов, давать очень высокие урожаи. Они объединены в бренд PowerGrain. Это интенсивные гибриды с очень быстрой влагодачей. Есть другое направление, тоже, ну, незаслуженное, скрытое от вас, так сказать. Это гибриды PowerCell. Это силосные гибриды с очень высокими силосными характеристиками, такими как перевариваемость зеленой массы, содержание крахмала, урожайность крахмала, урожайность сухого вещества. Это гибриды у нас Unitop, Cardone. Есть абсолютно уникальные гибриды, такие как Impulse, аналогов которых практически не найдете. Гибрид очень стабильный, достаточно узнаваемый, с очень интересной окраской зерна. И в этом году мы выпустили гибрид Сиазон. Сейчас немножко остановлюсь на нем. У нас главным лимитирующим фактором при получении урожая на кукурузе практически везде, особенно на юге, являются стрессовые различные ситуации. И порой для потребителя более важен стабильный гибрид, который показывает из года в год, ну, может быть, не супервысокие урожайности, но он такой, что производитель на него может опереться, и он знает, что ниже определенной планки он не опустится. И мы вполне счастливы, что таким гибридом мы выпустили такой гибрид. Это вот Сиазон как раз для такого случая, когда у нас есть стрессовая ситуация, когда есть, ну, не то чтобы проблемы, но есть вероятность ошибки там агронома, есть, скажем, земли, которые, ну, не знаешь, там они только вышли, и вышли, ну, вошли в обращение. Вот, не знаешь, насколько там велика, велик биологический потенциал. Вот для таких хозяйств, для таких случаев Сиазон это идеальный вариант. И, поскольку мы здесь собрались в конце сезона, это как, ну, празднование Нового года, как говорится, подарочки. Здесь на слайде вы видите рекорды, которые были показаны при нашем, на нашей совместной деятельности, вашей, как, как тех, кто представляет площадки, и наши, тех, кто представляет семена. Здесь результаты демоопытов. Обратите внимание, самый поздний гибрид наш Кориока в Ставропольском крае почти 160 центнеров дал. Еще один наш гибрид, которого мы очень долго ждали, наконец, заполучили в прошлом году в наш портфель. Си-Премео в Кабардино-Балкарской республике, в Терском районе просто удивился. Своя урожайность это не орошение, это реальные условия. Обратите внимание, влажность тоже достаточно такая хорошая. Си-Скорпиус в Хачубейском районе показал 120 центнеров с гектара. Хочу здесь отметить, что довольно долго не удавалось произвести сев. Посеяли только в конце мая, и тем не менее результат получился, ну, не просто хороший, я считаю, просто выдающийся, отменный. Тот же Си-Азон, о котором я говорил, он не только способен выдерживать определенный стресс, но и в условиях, когда, ну, и в более-менее лояльных условиях он совершенно не теряется. И около 10 тонн, вот, показал в демоопыте в Услабинском районе. В Качеры Чаринтос выглядел достаточно хорошо, около 10 тонн урожайность была. Ну, и наш Владимир уже употреблял это слово «вездеход». В принципе, Фортага тоже можно с ним сравнить. В Ростовской области, это, по-моему, Таганровская птицефабрика, достаточно известная площадка, которая демонстрируется из года в год, показал очень даже приличный результат. 95 центнеров с гектаром, показал наш гибрид. Немножко подробнее остановлюсь на каждом из них, постараюсь вам рассказать некоторые фишки, которые не только написаны в брошюрах, но и по опыту работы с этими гибридами у меня возникли. И, как бы, первый гибрид, который объединен в бренд Артежа, это Си Феномен. Это самый ранний из наших гибридов Артежа, из всех гибридов, это, по-моему, третий гибрид вообще в Европе, который выведен под этим брендом. Но в нашу страну, в Россию, он вошел первым. Это самый ранний гибрид из бренда Артежа. Из таких фишек его, ну, узнаваемых, у него не слишком быстрый старт и раннее развитие. Чем это может быть выгодно нашему товаропроизводителю? В принципе, в принципе, и это подтвердилось, ну, некоторыми опытами, из всех гибридов у него наименьшая чувствительность к неправильному применению гербицидов. Вот, скажем, чуть-чуть запоздали, он, на него меньше всего влияет гербицид, если вдруг там запоздали с применением его. Вот, сам гибрид очень быстро сохнет, и поэтому практически нигде у нас сушки для него не используют. Он успевает пройти свой цикл. Еще раз повторюсь, быстрая влагоотдача и отличная жаро-засухоустойчивость, что также подтверждалось годами. Также си-феномен показал определенную устойчивость к прикорневому полиганию. То есть, когда уже зерно созрело, когда уже гибрид готов к уборке, возможно, будут идти дожди. Здесь у си-феномена преимущество, заключающееся в том, что еще немножко он может простоять в поле, не полечь. Следующий гибрид... А, стоп, урожайность. По урожайности, в принципе, у него очень широкая географическая адаптация, используется для хозяйств, для которых целевая урожайность более 4 тонн. Ну, то есть, понимаете, это самый-самый минимум, самый-самый максимум стресса, который может выдержать кукуруза и дать более-менее приемлемый результат. Как вы видите, север края Краснодарского, здесь урожайность выше среднего по опыту. Я надеюсь, вы помните, Владимир рассказывал, как читать эту диаграмму. Слева шкала по урожайности при 14% влажности, справа шкала влажности. Владимир говорил про диаграмму, про столбики, которые обозначают урожайность самого гибрида, это синий столбец, такой оранжевый, это средняя урожайность по опыту. Здесь добавляются еще точки. Точки, ну, рыжая, да, тут, как называется, оранжевая, это точка означает влажность, средняя влажность по опыту, синим же цветом обозначена влажность по опыту си феномен. Как видите, влажность по опыту, влажность феномена везде, во всех опытах была ниже, чем средняя, что говорит о том, что он очень быстро сохнет, и это преимущество позволяет фермеру раньше убирать его, и раньше, ну, например, подготавливать поле под озимые культуры. Вот. Значение по влажности вы можете увидеть на шкале, которая представлена справа. Сергей, я тебе добавлю еще один момент, разводить немного дискуссию, чтобы нести динамики. Помимо быстрая влагоотдача, да, когда мы говорим быстрая влагоотдача, земледелец не тратит деньги на сушку, да, и вот мы с нашими коллегами проводили несколько серий по экономике, да, именно внутри сингента. Опять же, особенности сушки кукурузы – это целая наука, да, что применяется, газ, дизель, за сколько циклов эту сушку нужно провести, есть ли охлаждающая система, которая позволяет не изымать из хранилища кукурузы, чтобы она отлежалась, потом вернуть обратно. То есть сейчас действительно на те урожайности, на которые целятся современные земледелец по кукурузе, они требуют не только вот этого максимума урожая, но и потом оперативной влагоотдачи, чтобы здесь деньги экономить. А в кукурузе там на уровне даже 60-65 центнеров – это уже хорошие деньги. Спасибо себе. Спасибо, Кирилл, это очень правильное замечание, очень актуальная информация. Единственное, у нас не везде это актуально, хотя это очень верно. Так, ладно, по феномену понятно, ранний, засухоустойчивый в бренде с артежами, в бренде артежам отдает хорошо влагу. Следующий гибрид из этого же бренда, ну, вызывает ассоциации, как, ну, не знаю, как, помните, раньше старки ЧПУ выпускали детали, это как вот конверт. Все одинаковые, все ровненькие. Си-Фортага, Фау-250. Если вы пойдете в поле Фортага, где растет Фортага, и вы абсолютно не будете впечатлены, потому что практически все початки одинакового размера. Здесь нету вау-эффекта такого, что початок очень большой. Они все одинаковые, и в этом-то и заключается его преимущество. Кроме того, что початки одинакового размера, они еще и расположены на одной высоте. Это что, в общем, это свойство очень помогает при уборке. Ну, то есть на одной высоте початки комбайн может ехать, не тратить время, не корректировать жатку на определенную высоту. Вот. Про такие гибриды говорят, что он очень технологичен в уборке. Вот. Еще по фотографии вы видите заполненность верхушки. Практически везде у Фортага это свойство проявляется, что говорит о том, что во время опыления он практически всегда наливается. То есть, опять же, подходит к бренду Ортежа, что гибрид эффективно влагу использует, время цветения довольно большое, температура стерилизации пыльцы повышенная. По характеристикам, про заскоустойчивость уже говорил, и это было подтверждено неоднократно. Также этому гибриду характерны быстрые старты, раннее развитие. Он очень эффектно выглядит в поле, такие достаточно высокие растения выделяются. Вот. Про выполненность початка мы тоже уже ознакомились. Здесь, кроме того, проверено, что может выращиваться под любой агротехнологией, как классический, так минимальный. Довольно неплохо при орошении. Из таких тоже лайфхаков, что было замечено, максимальная густота, с которой мы ее загущали 80 тысяч, дальше уже эффекта нету от повышения густоты. По результатам, что могу сказать, вообще целевая аудитория для Афартага – это те товаропроизводители, которые планируют урожайность от 4 до 14 тонн. В общем, он практически всеядный. Больше, там написали 14, но больше, скажем, 12 тонн. В принципе, если кто замахнется, лучше другие гибриды использовать. Но это только из-за того, что ФАУ у него 250, он недостаточно, недостаточный его потенциал. Как вы видите, в Краснодарском крае практически везде превышение. В Ростовской области тоже. Ставропольский край приведены данные из Красногвардейского на Александровского района. В принципе, вот под 80 тонн вполне уверенно показывает нормальный свой потенциал, нормальную свою урожайность. Пробовали мы и в республиках выращивать, в частности в Кабарде. И люди тоже остались довольны. Следующий гибрид из, опять же, бренда Артежа – это Си Чаринтас. Главная ассоциация с этим гибридом – это, наверное, самый здоровый гибрид. То есть из всех практически гибридов Сингента у него самая высокая толерантность к заболеваниям початка, к заболеваниям стебля. Что это сулит товаропроизводителю? В принципе, если планируется использовать зерно при контрактах на крахмалах паточные заводы, на спецзаводы, куда-нибудь на экспорт, где требуется здоровое зерно без микотоксинов, это, наверное, один из самых лучших вариантов. По крайней мере, из гибридов Сингента – это самый лучший вариант. Гибрид отличает также стабильно высокую урожайность в различных условиях выращивания. Гибрид очень эффектно быстро стартует. И, опять же, еще раз подчеркиваю, у него достаточно высокая, очень высокая толерантность большинству патогенов початка и стебля. Результаты испытаний вы видите на следующем слайде. Здесь, в принципе, его наиболее вероятные клиенты проживают в Краснодарском крае. Здесь уже его распознали и достаточно лояльно к нему относятся. Очень большой фурор произвел в республиках. Посмотрите, в Кабарде везде есть превышение. Очень довольны в этом гибриде и в Карачаево-Черкесии. В республике Алания, в Северной Осетии, тоже очень хороший урожай показал. Целевая урожайность более 6 тонн. Ну, то есть, видите, получается уже как бы шаг. Если человек целится, ну, знает, что там по каким-то условиям года, либо там технологии, либо стрессовая ситуация, он не сможет получить там, ну, рассчитывать там 4, там 5, 5,5 тонн. Это не для Чаринкоса. От 6 это он. В прошлом году, наконец-то, мы получили гибрид, который очень сильно ждали. Этот гибрид премиал, это премиальный гибрид. В принципе, он один из наиболее таких перспективных, ожидаемых гибридов. И, коли мы уже пошли придумывать ассоциацию на букву П, с ним ассоциация принтер. То есть, принтер, все початки одинакового размера, на одинаковой высоте. Вот. В поле это выглядит очень эффектно, очень хорошо. Премиал отличает не очень такой быстрый старт на ранних этапах. Он, ну, такой, как бы вам сказать, такой вальяжный, медленный, как будто набирает, набирает обороты и в конце уже дает вам очень хороший урожай. Гибрид, должен отметить, склонен к образованию пасынков. И в этом году мы сталкивались не раз с такими ситуациями. Ну, я думаю, вы знаете о таких ситуациях, когда сельхозтоваропроизводитель жалует светое, и что с вашим гибридом случилось. В подавляющем большинстве случаев в конце сезона об этом, ну, об этом никто не вспоминает, ибо урожайность высокая. Си премиал говорит сама за себя. В этой группе спелости, V380, это где-то граница между среднеспелыми и среднепоздними гибридами, он дает максимальный урожай, максимальный среди гибридов, ну, по крайней мере, с теми, с которыми я видел лично сам. В Си премиал очень хорошо адаптируется к различным погодным условиям выращивания, то есть и в стрессе, и в лояльных условиях, и даже на орошении он очень хорош. У него очень быстрая влагоотдача. Единственное, я немножко, ну, так сказать, от себя предосерег, от слишком позднего срока села. Вот, там просто не успевает вызреть, и бывает, что попадает под очень жесткие погодные условия во время критического периода. По результатам. Результатов получили в этом году очень много. Я бы с большим удовольствием поделился всеми результатами, но, к сожалению, формат слайда не позволяет их все в себя внести. Гибрид отлично зарекомендовал себя в Кабардино-Балкарии, ну, в республиках наших, в Северокавказских, в Качеры, отличные данные. Обратите внимание, Северная Осетия, просто замечательно. Обратите внимание, шкала. Если мы раньше смотрели, там, у феноменов Артага, вот, где-то вот 40-60, то здесь вот начинается самая низкая урожайность от, там, 60-70, и больший пул данных идет при средней урожайности около 90-100 центнеров с гектаров. И здесь на этом фоне, конечно, пример практически везде хорош. На орошении, обратите внимание, в Ростовской области, где эта агротехника по орошению развивается, обратите внимание, ну, везде практически превосходит. В Ставропольском крае, в Ипатовском районе, там вообще просто 160 центнеров, это самый лучший урожай показал этот гибрид. В Кочубеевском районе 120 практически, это вот, вот он, третий столбик стоит. Ну, это без орошения, ну, люди просто очень сильно, это еще мягко было сказано, очень сильно удивились такой урожайности. В принципе, он первый год был, поскольку в прошлом году из-за некоторых трудностей в логистике мы не успели показать, о чем очень сильно жалеем. И этот гибрид у нас последний в бренде Артежен, то есть практически этим брендом мы можем предложить свой продукт большинству сельхозтоваропроизводителей. Следующий гибрид, уже я на нем останавливался, это Сиозон. Для него, что характерно, это опять же такой нишевый продукт. Мы как раз его ввели в портфель для тех хозяйств, где достаточно большой стресс. Я говорю достаточно большой стресс, я не имею в виду абсолютно там пустыню, полупустыню, то есть где люди выращивают кукурузу в жестких условиях и не знают, что будет. Это в принципе гибрид для этих условий. Что для него характерно из его характеристик? У него достаточно такое пролонгированное цветение. Один из наших самых, так сказать, длинноцветущих растений. Это свойство позволяет завязываться зернам, даже если стресс наступает. И таким образом растение может в определенной степени избежать его по сравнению с другими, которые цветут в более короткий промежуток времени. Он хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям. В лимитированных условиях урожайности говорил уже стабильный достаточно и по болезням тоже на одном из очень хороших позиций. Как вы видите, по графику этот гибрид не хватает звезд с неба. Здесь нет супер высоких урожаев, но везде он стабильный. Везде, абсолютно во всех точках он никогда не опускался ниже среднего по опыту. И, в принципе, мы поэтому и довольны, что как раз вывели такой продукт, который и требовался. То есть, еще раз, если вам нужен продукт, вы не знаете, какие условия выращивания, озон, как такой вездеход, я еще раз позанесу это слово, как вездеход, как такой броневичок, может вам помочь. И, в общем, если есть какие-то опасения по урожайности, ваш лучший выбор – Си Озон. Следующий гибрид немножко противоположных свойств – это Сискорпиус. Это тоже, ну, относительно новинка. Был введен в портфель в прошлом году. Гибрид интенсивного типа. На этом гибриде были зафиксированы достаточно высокие урожаи на Поливе. Правда, не в нашей стране. Это была Украина-Херсонская область. Он там 18-19 тонн разгоняли. То есть, это гибрид для профессионалов. Гибрид, который требует к нему максимального ухода. Чтобы технологии были… Ну, соответствующих технологий выращивания этого гибрида требуются. Очень быстро развивается на ранних этапах развития. Довольно прочный стебель. Имеет толерантин к весенним возвратным холодам. Очень хорошее зерно. Довольно-таки здоровое. И также выдерживает перестои. Ну, позднюю уборку перестои. Целевая урожайность этого гибрида более 7 тонн. Что и было подтверждено в этом году на нарушении. На участках, где урожайность такая повышенная. Он давал референции по сравнению со средним по опытам. В общем, еще раз. Если хотите получить очень высокий урожай. И готовы к тому, чтобы скрупулезно рассмотреть свою агротехнологию выращивания. Скорпиус – это ваш гибрид. Самый поздний гибрид в нашем портфеле – CC Cariocco. Напомню просто. Cariocco – это, в принципе, то, что сделано в Рио-де-Жанейро. Это праздник. Сам гибрид – гибрид-праздник. И этот праздник начинается с самого начала выращивания этого гибрида. Удивительно, но это один из немногих гибридов. Пожалуй, наверное, единственный в моей практике из поздних гибридов, которые очень быстро и очень эффектно стартуют. Нагоняет массу. Поскольку гибрид поздний, то потенциал урожайности в него очень высокий. Гибрид толерантен к фузариозу, к стеблевым гнилям, даже при сильном загущении на высоком патогенном фоне. Зерно имеет очень высокую натуру по сравнению со стандартами, всегда показал. Поэтому, возможно, вас не восхитит его отдача зерна. Но, тем не менее, то, что вы получите, будет очень весомое, очень тяжелое. По результатам урожайности, в принципе, мы его поставили на те участки, где действительно было либо орошение, либо условия были лояльны. И, как говорится, не прогадали. Во всех этих участках, что в республиках Северного Кавказа, вот здесь Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, везде он не подвел, показал очень хорошие результаты шкалу. Обратите внимание, здесь вот 100 центнеров уже вот она. Вот она где. В ворошаемых точках в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольского края, тоже абсолютно везде он был выше стандарта. И еще раз, целевая урожайность, целевая аудитория – это те, которые стремятся к наивысшему урожаю, там от, скажем, от 9-10 тонн и выше. Максимально, что нам удалось его разогнать, это 18, что там, 182 центнера, ну, чуть больше 18 тонн. А, в принципе, вот мой такой немножко убыстренный рассказ и закончился. Вот. Если есть какие вопросы, задавайте, пожалуйста, в чат. Я очень вам благодарен, что вы выслушали. А сейчас передаю слово следующему нашему докладчику, нашему уважаемому Михаилу. Спасибо большое, Сергей. Меня зовут Михаил, я отвечаю за развитие цифровых сервисов компании «Сингента». И когда мы говорим про цифровые сервисы и «Сингента», всегда обычно все вспоминают, в первую очередь, это «Кропио», который с этого года стал «Кропайс Оперейшнс», потому что наиболее развитое и распространенное цифровое решение вообще в целом в СНГ и в России, сейчас там порядка 17 миллионов гектар, и огромное количество хозяйств в каждом регионе страны пользуются этим цифровым решением. Однако «Сингента» на месте не стоит. Мы активно смотрим на потребности сельхозпроизводителей и смотрим, что мы еще можем сделать, как мы еще и можем помочь для того, чтобы получать лучший результат на поле. И в этом году как раз-таки мы выпускаем новый инструмент, новый цифровой сервис, это «Кропайс Сит-Селектор» или «Помощник в выборе гибридов». Мы сегодня очень много говорили о том, чтобы не класть яйца в одну корзину, а выбрать несколько гибридов, чтобы получить такой хороший результат по итогу на полях. Общий результат со всех полей, в итоге по культуре, неважно, кто будет подсолнечник или кукуруза. И вопрос такой, что мы задумались несколько лет назад, а вообще можно ли создать такой цифровой инструмент, который бы как раз подсказал, в зависимости от условий каждого конкретного поля, под нужды хозяйства, подобрать ему этот сбалансированный набор гибридов, которые в итоге в общей массе дали ему отличный результат и помогали ему из года в год выбирать новые гибриды без большого количества демоиспытаний из года в год. Казалось, эта задача амбициозная, но реалистичная и возможная. И в этом году как раз мы выпустили такой инструмент. Он называется SIT-селектор или помощник по выбору гибридов, который как раз позволяет использовать огромное количество наших демоиспытаний по всему региону и России, Восточной Европы, Европы полностью. То есть использовать все эти полевые испытания для того, чтобы в первую очередь рекомендовать гибриды с учетом условий каждого конкретного поля в вашем хозяйстве. Второе, просто чтобы сравнить продуктивность как раз гибридов с учетом разных климатических условий или с учетом разных почв и подобрать, соответственно, под эти условия другой гибрид. И третье, это как раз если у вас хозяйство большое, разброс по полям большой, возможно, там разные почвы присутствуют, либо же это холдинг, тем более, то как раз в зависимости от почв, в зависимости от удаленности подобрать разные гибриды, идеальные, которые подойдут лучше. Как вопрос, основной вопрос, как это работает. Первое, самое простое, нам нужны ваши поля. Причем если вы используете Кропио, Круппайс Оперейшнс, то мы можем взять поля оттуда, или вы нам это предоставите, просто покажете, где у вас находятся эти поля. После этого, да, наш менеджер по продажам определяет, а сколько вообще, да, хотите купить кукурузы, сколько посеять кукурузы, сколько посеять подсолнечника. Определяемся по общим объемам, и далее начинаем на третьем шаге выбирать уже определенные фильтры по технологии. С какой технологией собираетесь посеять? Группа спелости, да, или файла. Если это подсолнечник, например, да, устойчивость заразихи, каким расам. И таким образом, да, мы сужаем круг и смотрим, что реально нужно непосредственно для вас. После этого, когда все обговорили, запускаем магию, да, система просчитывает каким-то образом, да, и мы получаем такой вот подбор гибридов. Вопрос, что система делает, на самом деле там никакой магии нет, это всего лишь статистический анализ. То есть у нас таких демоиспытаний, о которых мы сегодня рассказывали, по региону Юг, они у нас по всей стране, из года в год на протяжении нескольких лет. Соответственно, у нас в базе данных порядка сейчас 11 тысяч научно-исследовательных испытаний, одних только точек, с кучей разных гибридов, с разными результатами. Соответственно, в разных, с разными почвами, с разным климатом, в разные годы мы испытываем гибриды и смотрим их отзывчивость, как раз-таки в зависимости от климатических факторов. То есть мы можем последить один и тот же гибрид, да, от самой западной точки Европы до Дальнего Востока, и посмотреть, как он отзывается на климат или на разные почвы. И, соответственно, уже для других определенных типов почвы и рекомендовать тот гибрид, который покажет лучший результат. Поэтому, в первую очередь, да, мы смотрим как раз почвой, потом мы смотрим погоду за последние 20 лет и оцениваем вероятность различных соотношений температуры и осадков. То есть это больше засушливая зона, либо же наоборот осадки в нормальном количестве. Какое количество температур в целом, да, приходит, успеет ли созреть, гибрид или нет. И плюс, да, мы дальше выбираем, какую хотите рекомендацию. Здесь у нас есть тоже несколько разных вариантов по рекомендациям. Можем сделать забалансированную, когда система автоматически подберет, в зависимости от того объема, который вы захотели. Либо это несколько гибридов, выбирайте два или три, четыре гибрида. Либо же вы можете подобрать непосредственно под определенные условия для максимизации урожайности. То есть если вы понимаете, что нет, у нас условия хорошие, давайте максимизировать урожайность. Соответственно, система подберет другие гибриды. Либо же, наоборот, засухоустойчивые гибриды. Здесь очень гибкий инструмент. Он непосредственно уже дает те результаты, которые вы хотите получить. И после этого вы уже вместе с менеджером продажа переходите уже на норму высева, выбираете обработку, количество кассивных единиц. И далее можно создать рекомендацию, отправить вам в ПД в варианте, или же прямо составить сертификат непосредственно для определенного количества пассивных единиц гибридов. Вопрос, что сейчас у нас, конечно, результаты урожайности. И так как мы в прошлом году его тестировали, а в этом году этот обычный инструмент в кармане каждому менеджеру продажам, нам все-таки хотелось посмотреть, а как себе вообще показал этот инструмент в этом году. Потому что мы его тестировали, сеяли по нему, в зависимости от этих рекомендаций, сеяли, рекомендовали с хозяйством. И вот интересно было сравнить как раз-таки с результатом демоиспытаний, которые были в регионе Юг. Я запросил у наших коллег результаты демоиспытаний по разным регионам, кукуруза и подсолнечник. Мне прислали несколько штук, вот я на выбор взял. Первое – это кукуруза под Армавиром, в данном случае это ЗАО Куторок, Новокубанский район. И здесь можно посмотреть, это интерфейс программы, и здесь как раз показаны рекомендуемые гибриды в центре, и справа – это табличка, которая показывает результаты этого демоопыта. И здесь можно посмотреть, что как раз-таки рекомендует сам инструмент. Он показывает, что первое, лучше всего подойдет, премьер, сюда потом скорпиус и черинтус. Интересно посмотреть результаты демо, как раз-таки показывает, что лучший результат показал в этом году премьер со 108 сантиметров за гектар, потом скорпиус 98 и черинтус 95. То есть стопроцентное попадание, для нас это было удивительно, но это работает. После этого переходим уже в другую климатическую зону, было интересно посмотреть не только в Краснодарском крае, мы перешли на север Ростовской области, совершенно другая климатическая зона, другие условия. И здесь точно так же мы можем посмотреть, что для этого региона он рекомендует, в первую очередь, импульс и фортага. И мы можем посмотреть здесь результаты демо о Светлой и Ростовской области, что импульс и фортага заняли первые места по урожайности снова. Вот интересный факт. И так же есть результат подсолнечнику, который мне предоставили. Это Новопокровский район, Краснодарский край, и здесь можно как раз-таки посмотреть, что также мы выбрали, в первую очередь, это поздние сроки, и здесь мы смотрели классику и Сульфа, в первую очередь, чтобы понять те агрономические фильтры, которые мы задавали. И выдало, что Алькантара, Эдисон и Купала. И смотрим результаты справа в табличке, и они, получается, точно так же набрали наивысшие показатели среди всех. Единственное отличается в конце, если видите, розетта, но розетта – это, опять-таки, другая технология, поэтому мы сравниваем яблоки с яблоками. Поэтому, что хочу сказать, что в целом технология работает, она себя оправдала по этому году, и самое главное, как теперь получить такую рекомендацию? Все очень-очень просто. Вам не нужно учить ни интерфейс, как это работает, разбираться, смотреть, устанавливать что-то. Вам достаточно просто спросить у территориального представителя компании Сингента, с кем вы общаетесь, что я хочу получить консультацию, посмотреть, а что же рекомендует ваша система конкретно на вот эти поля. Вот мои поля, пожалуйста, бери, порекомендуй мне. Соответственно, менеджер продажен сам и посмотрит по этим полям, вы с ним сядете, он покажет вам, как это работает, и выдают, покажет ту рекомендацию, которую выдает непосредственно сам инструмент. То есть вы просто говорите, что вам нужно, и в результате получаете рекомендацию, идеальный вариант. И в целом, чтобы завершить, времени у нас, к сожалению, не так много, потому что в этом инструменте можно говорить не один час, потому что на самом деле все не так просто, это очень сложный статистический анализ, и долгое время понадобилось, чтобы его создать, чтобы он работал действительно так, как вы видите это сейчас. Чтобы вы понимали, этот инструмент никогда не заменит агронома в поле. В данном случае он не может конкурировать ни с вашими знаниями о поле гибридов, ни тем более с специалистами компании Syngent. Однако, как мы его позиционировали, он может стать отличным помощником. Сократить время демо, которое вы пробуете из года в год, чтобы посмотреть, какой гибрид лучше посеять, попробовать. Лучше подобрать соотношение по разным гибридам, попробовать новые гибриды. То есть таким образом вы можете ускорить тест и получить лучший результат на полях раньше. Поэтому используйте этот новый помощник на полях и обращайтесь к менеджерам по продажам по плане Syngent. На этом я передаю слово Кириллу Архипову. У нас там есть вишенка на торте, я так понимаю, самое интересное в этом вебинаре. Да, я бы просто хотел добавить, ты так здорово закончил историю про сетселектор. Я к тому, что никогда цифровые сервисы не заменят агронома в поле. И это абсолютно верно, потому что знание специфики чуть ли не каждого поля, да что там поля, да, там какого-то участка поля, это специфика, конечно, уже прерогатива человека, специалиста, который работает в полях. А по поводу гибридов, понятно, гибриды меняются, это как, знаете, как школа. Во-первых, в классе есть всегда там 20 человек или с небольшим, и классов 11. И каждый год дети переходят из класса в класс, а также и гибридный состав, он сменяется и так далее. Но никто никогда не заменит учителя настоящего, который сможет увидеть что-то особенное в каждом человеке и помочь раскрыть этот талант. Вот, собственно, просто школьная программа, это сам по себе сетселектор с правильным позиционированием гибридов в нужные места, а уже раскрытие потенциала и всего остального, это работа как агронома, а так и представители компании «Сингер». Какая вот аналогия. Иван Васильевич, тоже подключился, ты что-то хотел добавить? В принципе, мы, наверное, ответили на все вопросы, которые поступили от наших коллег, от наших партнеров, поэтому я думаю, что можно сессию завершать. Спасибо огромное, что присоединились, и в следующем сезоне, я думаю, что уже более детально мы с вами еще проговорим вопросы, связанные с технической частью, я имею в виду выбор густоты, удобрений, каких-то таких элементов, но по вашим пожеланиям, опять же, общаясь с вами, мы услышали о том, что эти сессии лучше проводить в период, в весенний период, для того, чтобы за зиму это не, получается, не выветрилось, с другой стороны, вопрос связан с тем, что сейчас у вас нет объективных данных по запасу той же продуктивной влаги, что является немаловажным фактором для выбора густоты, и еще один из моментов, который, конечно, сейчас тревожит всех сельхозтоваропроизводителей, это стоимость удобрений, насколько вот эти вот действия, которые предприняты государством, насколько они будут эффективны по поводу снижения и доступности удобрений на рынке, да, это, соответственно, и будет складывать ту стратегию по питанию, которую хозяйство будет выбирать. Иван, можно чуть-чуть тоже добавлю, ты сказал по запасам продуктивной влаги, здесь небольшая поправка, что те, кто использует крупио, крупой с оперейшн, у них такие данные есть, там есть такой инструмент, сейчас можно посмотреть запас влаги по трем разным глубинам, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, можем помочь. У кого, у кого есть крупопоперейшн, у того есть хотя бы какие-то цифры, от которых можно оттолкнуться, но при этом же мы с вами понимаем, что на запас продуктивной влаги влияют не только показатели, которые у нас есть в той клетке, но еще и фактически история, поле предшественник, то есть и какие-то локальные условия, которые складывались в том или ином поле, поэтому, конечно же, крупвайс оперейшн поможет хотя бы от какой-то цифры оттолкнуться, но если уже будет требоваться детальная подстройка, то, соответственно, это уже непосредственно отбор проб. и коллеги, да, то, собственно, весь синтез, то, что вы сказали, сейчас наша задача понять, как прошел этот сезон, да, и поделиться результатами, и отсюда сделать уже выбор гибридного состава на следующий сезон, а уже весной, когда вот мы понимаем текущие условия, сложившиеся, как себя озимка, например, перезимовала, да, нужно ли что-то добавлять, чем менять ее, если вдруг будет пересев, если снега не было, влаги нет, опять же, какую густоту выбрать, вот об этом мы поговорим весной, весной. Окей. Ну что, следующий слайд тогда, я думаю, что это нужно будет завершать, правильно? Да. И у нас будет конкурс, на самом деле, для меня это в некотором случае стало небольшим сюрпризом, но хорошо, да, то есть, помимо вот этой лекционной части, еще нужно что-то материально ощутимое, да. Команда маркетинга проводит конкурс по публикации у себя в профиле в Инстаграме рассказ с фото и видео о ходе уборки или выдающихся результатах. И просто в хэштеге, я надеюсь, что большинство аудитории сейчас понимает о чем, потому что могут не все пользоваться Инстаграмом, но в любом случае мы экспериментируем и идем в диджитал, да, сейчас. Ставьте хэштег урожай Сингента и жюри выберет три лучшие истории, которые будут награждены ценными призами. В конкурсе участвуют публикации, размещенные до 30 ноября 2021 года включительно. Так что ждем ваши результаты, нам это в том числе важно, чтобы понимать, кому компания Сингента смогла помочь в текущем сезоне. Спасибо большое. Если будут дополнительные вопросы, вы можете их задавать также нашим экспертам, ребятам, которые работают в поле, менеджеры, на Сингент и в полях. Презентации вы получите ответным письмом, потому что вы прошли регистрацию, у нас есть email, на котором мы сможем прислать вам материалы, и запись вебинара самого, она также будет доступна. Спасибо большое. Спасибо. Урожаев и крепкого здоровья, ребята. Главное, не болейте. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания.